Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился бородатый старик Т-34. Его предлагают купить за 5,5 тысяч золотом. Если вас интересуют более подробные обзоры на данную машину, переходите по ссылкам, которые здесь будут появляться. Плюс к тому, ребята, в описании добавлю ссылочки на обзоры на данную машину за ценами ТТХ, за ценами всех возможных вариаций сравнения данной машины с конкурентами на уровне. Короче говоря, переходите и получите дополнительную информацию, плюс увидите дополнительные катки. Что касается набора, 5,5 тысяч золота. В целом, неплохая цена за данный набор по одной простой причине, потому что здесь целых 25 сертификатов по X5 на данную машину. И плюс к тому, вы еще получаете 30 дней према. Дни према на сегодняшний день крайне большая ценность, поэтому я думаю, что в целом уже сам факт наличия 30 дней према говорит о целесообразности приобретения данного набора. Потому что если вы пользуетесь днями према, если вы их покупаете, то в целом тогда для вас Т-34 становится существенно дешевле 5000 голды. Что касается всего остального, да, крайне классный внешний вид, мне очень сильно нравится, кому-то не нравится, короче говоря, на любителя, мне заходит, допустим. Что касается открытого оборудования, то да, безусловно, открытая оборудка поможет сэкономить вам серебро и не будете тратить ее на то, чтобы пооткрывать себе оборудование. Ну и что еще из ценного, это 500 тысяч с серебром, но это, так знаете, с очень большой натяжкой. Потому что на нормальной фармящей машине вы, в принципе, за 10 каток пол ляма однозначно поднимете. Я не буду заценивать прям полностью все какие-то технические характеристики, как я сказал, на канале обзоры уже есть, заходите, смотрите. Кратенько скажу про орудие. Орудие здесь крайне на сегодняшний день скудное по своим техническим характеристикам. 400 единиц альфы это бодро, но не при 12 секундах перезарядки, это с учетом установленного оборудования и амуниции. С учетом того, что на сегодняшний день на левеле есть машины, которые выдают по 300-350 среднего урона при времени перезарядки меньше 10 секунд, понятное дело, что они являются более результативными, ну и, соответственно, имеют выше ДПМ. Здесь же ДПМ всего 2000. Плюс к тому, время сведения не очень приятное, я бы сказал, очень неприятное в 5,6 секунды. Другие технические характеристики и нюансы по данной машине обсудим с вами в бою, в который мы с вами отправляемся. И да, ребят, еще одно короткое объявление. Всех приглашаю на свой Дискорд сервер. Есть ссылочка в описании. Заходим, регистрируемся, общаемся с людьми, которые разделяют ваши ценности, ваши взгляды и ваши интересы, ну, в частности, любовь к танкам. Плюс к тому, ребят, есть два разделчика, которые будут вам полезны и, главное, интересны. Первый раздел это новости игры. Там публикуются новости, которые выходят в игре и про игру, как только они появляются на официальных источниках. Это первое. И второе, ребят, там есть разделчик новости канала. Это больше, наверное, информация для постоянных зрителей, которые писали мне в комментариях о том, что ГСН ты выпускаешь в день по 4-6 видосов. Я не успеваю все просматривать, не знаю, что я видел, что не видел. Короче говоря, отслеживать сложновато. Для этого был создан раздел, в котором публикуется информация о выходе нового видео. Публикуется информация о времени выхода. Ну и, соответственно, ссылочка на видос. Соответственно, через дискордик вы сможете отследить, что вы уже смотрели, что не смотрели. Ну и, соответственно, по одному клику перейти на видосик и заценить его. Всех приглашаю вам, присоединяйтесь. Надеюсь, нас будут сотни тысяч. Так, поехали. Подвижность по машине, в принципе, для тяжелого танка больше, чем достаточная. Его немножко апали. Апали его недавно. Его апнули в отношении подвижности, в отношении удельной мощности. И его апнули в отношении брони, в частности, по башне. Действительно, с учетом угла склонения в минус 10, а это очень бодро, отыгрывать где-то от неровности, от каких-то холмов, стало гораздо приятнее, гораздо веселее, гораздо интереснее. Но, ребят, не в этом была проблема Т-34. И разработчики немножечко не с той стороны подошли к апу данной машины. Апать необходимо было орудие. Броня, это дело, знаете, такой привычки и умения ее использовать. А вот время перезарядки было бы апнуть не кисло ему. Надо, потому что 12 секунд перезарядки, это очень долго. Вот товарища, допустим, на ПТ-шке успели вынести еще до того, как я перезарядился. В то же время, необходимо было бы апнуть ему еще и время сведения. Если, в принципе, вы готовы с этим мириться, если вы умеете играть на машинах с долгим временем перезарядки и с долгим временем сведения, то, в целом, покорить данную машину для вас не составит абсолютно никакого труда. Немножечко высоты машины мне сейчас не хватает. Ну, а время сведения оставляет желать лучшего. Приеду вот так вот закину, типа забрал фраг. Так, будем называть вещи своими именами, далеко не моя заслуга. Осталось двое товарищей в команде соперников. Один прям совсем нетронутый был. Ну, а второй явно шотный, которого сейчас вынесут. Доехать до него я точно не успею. И вся моя результативность сейчас сведется к неполным 300 единицам нанесенного урона. Ну, а что касается фарма и всего остального, я думаю, туда даже смотреть, ребят, нам не стоит. Однозначно сейчас запрыгиваем в следующую каточку. Я из своих видео, кстати, ребят, абсолютно ничего не вырезаю. Знаете почему? Потому что у меня канал честных обзоров. Я не показываю самые крутые катки на машинах для того, чтобы их прорекламировать. Мне это не интересно. Мне интересно, чтобы вы знали, на что вы потратите свои деньги. Итак, наша результативность, как я говорил, она вот где-то здесь на плинтусе валяется. Потому что я не успел ни до кого доехать, не успел ни в кого выстрелить. Короче говоря, не успел в этом бою ровным счетом ничего. С временем перезарядки беда в основное сводится к тому, что на средних и на дальних расстояниях, играя против бронированных машин 8-го левела, а порой 9-ок, которым бросает довольно-таки часто, это очень сложно. Вот допустим, против нас сейчас будет Т-54Е1. Серые зоны у него есть, но есть в то же время в нем такой прикол, как рандомный рикошет. То же самое касается того же экшен-икс нашего одноклассника. Его выцеливать тоже то еще удовольствие, в частности нижний бронелист. И вот пока ты сведешься, он уже 40 раз куда-то отъедет. Он уже 40 раз там помансит. В конце концов заедет за какое-то укрытие. И в целом все будет потеряно. А бросая на авось на данной пушке, ты теряешь драгоценный выстрел, который стоит тебе целых 12 секунд перезарядки. И не факт, что твой снаряд прилетит туда, куда надо. Я не говорю о том, что Falcon прям совсем ужасная машина. Просто говорю о том, что он на сегодняшний день крайне сложно реализуем, учитывая то, что есть более бодрые машины. Особенно учитывая то, что на сегодняшний день на левеле есть очень много новых машин. Восьмой левел, он самый популярный. И его больше всего разработчики раскручивают. Больше всего новых машин выходит именно восьмерок. Ну и соответственно с этим приходится что-то делать тем ребятам, которые играют на более древних машинах. Вот пожалуйста, пытаемся свестись. Бросаю сейчас просто наугад. Потому что понимаю, что акула сейчас спрячется за зданием. И на этом в принципе вся моя охота закончится. Своих 400 я нанес. Но даст ли это какой-то прям вот знаете, такой существенный результат для боя. Это мы посмотрим в процессе того, что будет происходить. Мы проседаем сейчас на один фраг уже. Так, ждем кого-нибудь в засвете в каком-то, так чтобы можно было в него прицелиться. Свожусь. Выстрел опять-таки наугад. Потому что понимаю, что своим прицелом я его вести долго не смогу. Я либо попаду в него, либо он успеет от меня свалить на своей довольно-таки не кислой скорости. Так, отъезжаем назад. И вот видите, сразу разброс увеличивается. Просто таки существенно. Так, не хочу дальше здесь стоять, торговать своей хпшкой. Пока на данный момент не сильно все бодро и весело. Но если я буду в тупую вот так вот отстаивать, то я думаю, что ни к чему хорошему это явно не приведет. Нас осталось четверо. Это не очень хорошо. Стоят ребята за холмом. Выцелить, к сожалению, возможности абсолютно никакой нет. Экшен Икс. Вот сейчас я начинаю сводиться. Я до сих пор свожусь, свожусь, свожусь. Бросаю. Ну, благодаря хорошей точности орудия при полном сведении, у меня получилось его добрать. Время перезарядки. Ждем-с. Товарищ сейчас будет наглеть явно. Давай, показывайся. Блин. Не добрал. Бывает и такое. Так, химера. Но мне еще перезаряжаться. Так, сейчас попытаемся чего-нибудь сделать годного. Не знаю, к чему это приведет. Блин, нахватался, как собака-блох. Остался шотным. Трое на трое. И... Акула заряженная хпшка. Это не очень. Не очень хорошо, ребят. Прям вот совсем-совсем. Но делаю, что могу в пределах своих умений. Фарт. Фарт только что был. И не фарт то, что меня вынесли. Как вы видите, что верхний бронелист, что нижний бронелист, они пробиваются. Что касается результатов по данному бою, сейчас обязательно заценим, когда выйдем из этого. Ну и, соответственно, будем подбивать итоги и примеривать ценник к своему карману. Итак, друзья мои, результаты наших стараний. Да, пускай поражение 2130 единиц нанесенного урона. Далеко не максималка для фалкона, но по большому счету максималка для фалкона 2500. Ну, будем говорить откровенно. Если бы им пару раз повезло чуть лучше, может и больше накосил бы. Первое место в команде по урону. Что касается результатов по фарму, то за этот проигранный, ребят, бой я получаю чисто ганом 37 тысяч серебра с учетом активированного прем-аккаунта. Хорошо это или плохо? Я думаю, что это не совсем прям хорошо по одной простой причине. Потому что есть машины на восьмом уровне, которые гораздо более годны. Стоит ли приобретать за 5500 данный набор? Я думаю, что стоит только если вам нужны 30 дней прем-аккаунта. Потому что вы в таком случае получаете возможность в течение целого месяца прокачивать ветки, которые вас интересуют. Плюс получаете себе какую-никакую, но все-таки премиумную машину восьмого левела. Если же вас интересует все-таки более годная, хорошая, классная, результативная машина, то безусловно было классное предложение за 5500 левчик. Но, ребят, пока этого предложения нет. Но что же касается из того, что есть сейчас в магазине, если у вас есть голда помимо 5500, я бы рекомендовал вам присмотреться в первую очередь, если вас интересует тяж, к Сомуа СМ. СМ. Эта машина гораздо более результативная, гораздо более интересная, гораздо более играбельная. Да, дороже, да, голая. Но все-таки, ребят, машина гораздо более годная. Если вы не гоняетесь конкретно за тяжелым танком, то возьмите себе Проджету. Вот с этой машиной вам скучно точно не будет. Опять-таки, голая машина, но она годная, она до сих пор не устарела и действительно может и может крайне много. Вот такое вот честное мнение по поводу Т-34, брать или не брать, решать, безусловно, вам. Кому-то выгодно, кому-то нет. У каждого свой карман и у каждого свои предпочтения. А с вами был ГСН, возвращайтесь на канал, подписывайтесь на него, ставьте обязательно лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я стараюсь ради вас, не буду вам всегда показывать исключительно честные обзоры на технику и товары в магазине. Ну что ж, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»